Всем привет, мои хорошие! С вами Карина, с вами рубрика про кино. У меня на коленях уютно мурчит кот. И давайте поболтаем. Я расскажу сегодня о двух фильмах и одном мини-сериале, который я посмотрела за минувшее время. Ну, потому что сейчас выходили последние серии моих любимых сериалов. Идет Игра престолов. И вообще мне некогда даже дышать. Поэтому всего три. И начну я с мини-сериала. Я буду говорить, что это фильм, потому что там всего три серии по часу. Это не так долго. Сериал называется... Фильм называется «Муж, женщина, политика». Это британское кино 2013 года. В главных ролях Эмили Уотсон, которая известна по ролям в вселенной Стивена Хокинга, Эквилибриуме. Она играла мачеху в «Воровке книг». В главной роли Дэвид Теннант, которого все знают как Десятого доктора, которого все знают как Барти Краучи. Который потрясающе клёвый актёр. Фильм... Знаете, это не в случаях, когда вы хотите какого-то трэша, угара. Ну, в общем-то, из названия понятно, что он достаточно спокойный. Там сюжет разворачивается внутри одной семьи. В этой семье есть муж, есть его жена, есть их дети, няня. И основная заморочка в том, что они оба связаны с политикой. Эйден Хойс – один из тех людей, которого пророчат чуть ли не на пост премьер-министра. Его жена Фрея также занимается политикой. Но, как большинство женщин, она предпочитает не вылезать вперёд. Она как-то немножко больше в тени. Она поддерживает мужа, она пишет ему речи. Она тот самый надёжный тыл и опора, который всегда готов ему помочь и выслушать. Но ситуация складывается таким образом, что он вынужден оставить свой пост. И тут-то начинается её политическая карьера. Это фильм для людей, которые немножко интересуются политикой. Потому что там не показана история с точки зрения человека, который просто ходит класть листок в избирательную урну. Это именно история вот этой подковёрной войны, подковёрной возни, предательства, интриги, подстав. Это очень жёсткий фильм на самом деле, пропитанный тягой к власти, пропитанный амбициями. В первую очередь, Эдена Хойта, который... Ну, знаете, Дэвид Теннент, он очень крутой актёр, и он настолько сильно перевоплотился в этой роли, потому что я вообще не видела Дэвида Теннента. То есть у него, как правило, роли... Ну, за исключением Барти Крауча, когда я смотрела «Гарри Поттера», естественно, я ещё не знала ни про «Доктер», он ещё не снимался в «Десятом Доктере», и, в принципе, я не знала, кто этот актёр, поэтому там я видела Барти Крауча. А так я всегда вижу всё-таки Дэвида Теннента. То есть не то, чтобы прям совсем он везде одинаковый, нет. Он везде какой-то тёплый. Вот дурацкое слово, дурацкое сравнение, но я другого... Просто у меня сейчас на ум ничего не приходит. От него всегда веет каким-то теплом. А Эйден Хойт — это... Хойт, господи, Хойнс. Это человек страшный, это человек очень колючий, это человек опасный, жестокий. И он настолько перевоплощается в этого Эйдена Хойза, что там совершенно нет ничего от Дэвида Теннента, кроме внешности. Да и то эта внешность даже меняется, он становится каким-то абсолютно другим. Эмили Уотсон, она, в общем-то, везде примерно одинаковая, ну, просто в разном возрасте, в разных ролях. Но, тем не менее, у неё всегда достаточно похожие, хотя и разные, но, тем не менее, каким-то образом немножко похожие роли. И она очень хорошо играет. Я вам советую посмотреть этот фильм, просто посмотреть на развитие личностей, на развитие взаимоотношений в семье, на развитие, в том числе, сексуальной стороны вопроса, потому что ведь известный факт, что люди, которые обладают властью, они очень часто хотят, чтобы в постели доминировали над ними. И там это, кстати, заметно. Хорошее кино, рекомендую к просмотру, но не ждите какого-то там супер захватывающего сюжета, который будет вас держать во внимании. Нет, спокойное, расслабленное, но интересное кино. Второй фильм – это, конечно, «Мстители». Я уже говорила много раз, прошу прощения, у меня что-то сходит с ума в телефоне. Кто у нас здесь? Герасик у нас здесь. Такой вот Герасик у меня два дня не видела, я два дня дома не была, потому что он по мне скучает. Так вот, по поводу «Мстителей». Я уже говорила, что я люблю комиксы, что я их регулярно смотрю, что я люблю играть в всякие приставочные игрушки по комиксам. Поэтому, конечно, я «Мстители» смотрела предыдущие части, и, конечно, я пошла чуть ли не в день премьеры на текущую «Наэро Альтрона». Ну, у меня какие-то очень смешанные эмоции. С одной стороны, мне прям понравилось. Мне что понравилось? Мне понравилось. Красивая картинка, динамично развивающийся сюжет, какая-то такая движуха, красивые драки, разломанные города, спасенные люди, потрясающая съемка вот этого вылетающего города в космос. Это прям шикарно все. Но меня немножко смутили герои. Во-первых, история отношений Халка и Романов. Зачем? Зачем там нужна Романов, кроме как успокаивать Халка? Вообще ничего. Эта история с этими колыбельными, как-то, ну, не знаю. Не знаю, не то это не объяснили, не показали, и как-то еще устроили без объявления войны, если честно. Халк мне нравится. Я до сих пор не могу определиться, кто мне нравится в роли Халка больше, Эдвард Нортон или Марк Руффало. Марк Руффало мне больше нравится как актер, поэтому как-то вот вроде как Эдвард Нортон в роли Халка лучше, но Марк Руффало как-то роднее. Ну, то есть, вот я никак понять не могу до сих пор, кто же мне из них больше нравится. Я очень люблю Стива, Капитана Америка, это мой любимый герой комиксов. Мне очень понравился, сейчас я подсмотрю, потому что я забываю все время, как это читается, Халкей, ну, в общем, Клинт Бартон, который стрелок, вот он был прям очень и очень хорош. Вся эта история с Тони Старком, знаете, меня очень смутило то, что Старк, из-за которого, по сути, все эти события произошли, он вообще не смущается происходящим. Он вообще не испытывает никаких угрызений совести из-за того, что произошло. Хотя, понятно, Тони Старк далеко не святой, и он достаточно жесткий человек, но тем не менее, ну, все-таки как-то же надо, а он просто так, с таким видом, как будто он там просто рядом стоял, да, и вообще никак не он виной всем событиям. Тор, я вообще не поняла эту историю с Тором, который куда-то улетает, потом откуда-то возвращается, какие-то грибов там покурил по дороге. Ну, глюки при этом у них, кстати, клевые были. Часть галлюцинации мне прям порадовала. Ну, фильм в любом случае я рекомендую к просмотру, в десятибальной шкале я ему ставлю баллов 7, наверное, где-то за Стива, как я уже говорила, за Клинта и за новых героев, за девочку-магичку и мальчика, у которого было очень быстрое перемещение клеток, ну, что-то типа гиперметаболизма какого-то. Они хороши, особенно девчонка. Я очень надеюсь, что если будут снимать четвертую часть, она появится в этой четвертой части, потому что не хотелось бы, чтобы линию вот этого героя, этого персонажа, просто слили на то, что она останется исключительно агентом ЩИТа и никак не войдет в команду именно Мстителей, потому что проявила она себя прям круто. Вот так. Ну и третий фильм, собственно, ради которого, наверное, в большей степени вся эта съемка сейчас затевалась. Я говорю о фильме «Безумный Макс». Мне когда предложили на него сходить, друзья, я как-то так. Я загуглила, смотрю «Мелл Гибсон». Мне «Мелл Гибсона» я не люблю, не нравится мне. Потом поняла, что, собственно, «Безумный Макс» с «Меллом Гибсоном». Смотрю, Гибсон какой-то молодой там слишком. Поняла, что фильм это старый, а сейчас уже вышел новый, и там играет Том Харди. Том Харди красавчик, я его очень люблю. И пошла я на фильм исключительно ради Тома Харди. И, блин, как же здорово я сделала, что этот фильм пошла, потому что реально «Безумный Макс» это один из лучших фильмов, которые снимались в 2015 году. Больше того, это один из лучших фильмов, которых я вообще смотрела. В моем личном топе впечатлений за 2015 год этот фильм переплюнул даже «Кингсмен», хотя к «Кингсмен» я весьма положительно относилась и очень мне нравился. Прям тоже в топ-10, наверное, лучших фильмов 2015 года у меня он войдет, я уже уверена. И, знаете, я теперь даже смущаюсь по поводу «Звездных войн», которые выходят там к концу года, потому что, по-моему, «Безумный Макс» уже автоматически затмил даже их. В общем, сюжет. Да нет там сюжета. Это путешествие с точки А в точку А. Это такое безумие, возведенное в степень Абсолюта. И, знаете, такое чувство, когда вы садитесь и вас берут за голову и так мордой в холодную воду «Нац, нац, нац, нац!» Потому что там вообще никто ничего не объясняет. Зачем? Я вас умоляю. Начало, завязка сюжета – это 30 секунд, во время которых Макс стоит на гребне песчаной дюны, рядом стоит его машина, и он рассуждает о том, что он «Безумный Макс», что этот мир умер, что ему приходят души тех, кого он не сумел спасти. Дальше ползет двуголова ящерица, через секунду она оказывается у Макса во рту, и дальше начинается погоня. Дальше начинается просто безумнейшая погоня, которая длится два часа. И вас как бы никто не спрашивает, никто ничего не объясняет и так далее, и тому подобное. Я даже не уверена, кстати. Этот фильм, наверное, правильнее было бы назвать «Безумной фуриозой», потому что героиня Шарли Стерон, я ее, кстати, не люблю, потому что для меня она навсегда остается нежной, милой, золотой женщиной. И с рекламы Жадора. Но тут она хороша. Она, во-первых, постриглась практически, ну, почти побрита на лысо. Она офигенно перевоплотилась. У нее очень колкий взгляд, у нее очень хороший, у нее хорошая героиня, с железнейшим характером. Играет она прям вау. Николас Хольт. Николаса Хольта я люблю во многих ролях, я его помню. Но сейчас, на вскидку, могу назвать два фильма, но точно смотрела я больше. Это «Тепло наших тел», это «Одинокий мужчина», кстати, там он тоже играет. Он хороший актер, но вот как он сыграл здесь, это прям восторг. Я его даже сразу не узнала, хотя обычно я его отлавливаю прям быстро. Как бы его ни гримировали, как на «Тепле наших тел», он достаточно неузнаваем поначалу. Но здесь он вообще совершенно другой. Несмотря на эти глаза, несмотря на все-все-все, он прям вау. А девочки, которые играют с женой смертного Джо, красивые. И вот этот фильм, я же говорю, это безумие, возведенное в степени абсолюта. Вам никто ничего не объясняет, вас никто ничего не спрашивает. У вас во рту весь фильм привкус высокооктанового бензина, песка, в ушах гремит музыка. Там, кстати, великолепно подобран саундтрек. Я уже некоторые песни скачала к себе в плейлист, гоняю их регулярно. Там клевая картинка, причем, насколько я поняла, там сильно в компьютерной графике-то и немного, насколько я поняла, опять же, я могу что-то путать в этом плане. Этот гитарист, ну, гитарист, мне кажется, влюбил в себя всех. Если вы его не видели, то посмотрите, он крут. И знаете, я как парфюманьяк, я даже нашла аромат, который меня ассоциирует с этим фильмом. Если бы я знала заранее, я пошла бы с этим парфюмом на просмотр. И мне кажется, реол, исходящий от меня, он бы настраивал всех на просмотр еще больше. Я говорю об аромате Ambrain Digo от Alphactive Studio. У меня клевантик двухмиллилитровый, ну, уже тут миллилитр остался. Это такой прям вот бензиновый-бензиновый запах. Единственное, но вот этот аромат, он немножко прохладнее, чем ощущения от фильма. То есть, если в фильме песок, бензин и жара, то здесь песок, бензин и душность после дождя. Вот в жарком климате, кто вырос на юге, тот поймет, когда вот жара стоит страшная, проливается небольшой дождь, и потом вот такая легкая прохлада. Но кратковременно в воздухе очень паркает, и понимаешь, что это все ненадолго. Вот как-то так. И вот этот аромат, он прям идеально отражает этот фильм. Просто на тысячу миллиардов процентов. Это вот аромат, подходящий к этому фильму. Если он у вас есть, послушайте, когда вы будете смотреть «Безумного Макса», нанесите на себя, и вы еще больше впечатлитесь. Я не совсем поняла тех, кто этот фильм не понял, хотя, конечно, допускаю мысль о том, что милые и нежные девочки этот фильм не оценят. Для этого нужны женщины с характером, бабы с яйцами, такие крутые парни, которые любят машины, хэви-метал и вот все в таком духе. Это настоящий дизель-панк, которого очень давно хотелось, и которого уже очень-очень давно не было. И у меня после этого фильма, знаете, только одни эмоции в голове. Я не буду тебе ничего объяснять. Быстро сел в машину, педаль в пол, музыка громче, погнали. Вот как-то так. Я не говорю идти на этот фильм. На этот фильм реально нужно просто бежать. Если вы подходите под то описание, о котором я говорила, просто бегите на этот фильм, вы останетесь в большом восторге. На этом все. Спасибо за внимание. Напишите мне, пожалуйста, смотрели ли вы «Безумного Макса» и какие впечатления у вас. И увидимся очень скоро в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok